Перед выходом из дома обязательно сделайте это и удача будет сопутствовать вам весь день. Каждый день, выходя из дома, мы не знаем, что нас ждет впереди. Конечно, мы предполагаем, строим планы и рассчитываем на лучшее. Однако жизнь непредсказуемая нередко преподносит нам всевозможные сюрпризы. Неудивительно, что и сегодня многие из нас доверяют приметам и не покидают дома, не заручившись удачей. Каждый знает, что, отправляясь в путь, стоит присесть на дорожку. Многие уверяют, что эта примета оберегает человека от неожиданных неприятностей. Однако, кроме нее есть много других примет, о которых мы и расскажем в этом видео. Прежде всего, запомните, что выходить из дома нужно с правой ноги. Это непререкаемое правило, обеспечивающее удачу вашим делам и защиту от неожиданных неприятностей. Если вы отправляетесь на собеседование или на сдачу экзаменов, а выйдя из дома вспомнили, что забыли важную вещь, лучше не возвращаться за ней. Но если, вопреки всему, решили вернуться, посмотритесь в зеркало. Можете также улыбнуться себе, скорчить рожицу или показать язык. Когда же кто-то из родственников решил вынести вам забытую вещицу, это не к добру. Лучше не берите ее с собой. Кстати, некоторые люди в случае вынужденного возвращения домой заходят на кухню и что-нибудь съедают. Этим отменяется предыдущий выход из дома, после чего можно без опасения за свою удачу совершить вторую попытку. Собираясь на важную встречу, от которой зависит ваша дальнейшая жизнь, переверните стулья и табуретки в доме вверх ножками. Это поможет привлечь поток положительной энергии. При этом помните, что действует такой поток всего несколько часов, а значит, не затягивайте со встречей. Перед тем, как покинуть дом, эзотерики рекомендуют погладить угол стола. Собираясь выйти на улицу, также не лишним будет поглядеть в окно. Причем не только для того, чтобы узнать о погоде. И если перед выходом из дома увидеть из окна нищего человека, ваш день пройдет удачно и принесет только положительные впечатления. А вы можете даже повлиять на этот день, если поделитесь с нищим тем, что у вас есть. Например, покормите его. Это будет добрым знаком. К слову, данная примета действует и в том случае, если вы постречаете бродячую собаку или кошечку. Отправляться в дальний путь лучше в среду или четверг. Это наиболее благоприятные дни для поездок. Данный факт подтверждает даже официальная статистика. А вот планировать выезды на понедельник и вторник – не лучшая идея. В пути могут происходить всевозможные неприятности. Согласно народным приметам, если выходя из дома повстречать симпатичную девушку и поздороваться с ней, такая примета принесет вам успех в делах и наполнить тот день радостными событиями. А вот если на пороге столкнуться с пожилой дамой, лучше вернуться в жилище и некоторое время побыть дома. Дело в том, что энергетика пожилой женщины может принести вам немало неприятностей. А наполнившись энергетикой своего дома, вы нейтрализуете этот негатив. Кстати говоря, если при выходе из дома вам повстречалась беременная женщина, это к удаче. Кроме того, когда вам навстречу идет женщина с полными ведрами, успех не заставит себя долго ждать. На это же можно рассчитывать и повстречав мужчину с пустым ведром. Известно, что если покидая дом, дважды постучать костяшками пальцев по косяку двери, можно привлечь к себе удачу. Правда, следует помнить, что такая примета не будет действовать ежедневно. Сильнейший импульс энергии можно получить, если пользоваться такой приметой в случае крайней необходимости, не чаще одного раза в месяц. Выходя из дома, всегда смотрите под ноги. Если нечаянно споткнетесь о порог, то навлечете на себя массу неприятностей. Вероятно, в этот день вы с кем-то поссоритесь или получите отказ в своей просьбе. Чихнуть при выходе из дома значит столкнуться с препятствием или непониманием в этот день. Отличным способом постоянно привлекать к себе удачу станет заговоренный на удачу талисман, либо мешочек с сушеной полынью, положенный в карман перед выходом из дома. Если же такого талисмана нет, как нет и оберега с полынью, положите в кармашек взятую из дома монетку. Она станет вашим оберегом и будет привлекать фортуну. Если во время ваших сборов родственники интересуются «ты куда?», на этот вопрос лучше ответить на Кудыкину гору. Сообщая окружающим о своих планах, вы притягиваете неудачу и заставляете вселенную сомневаться в благополучном исходе планируемых событий. Поэтому лучше не распространяться о своих планах. Собираясь покинуть дом, старайтесь ничего не ронять, даже если очень спешите. Оброненные вещи сулят неприятности в пути. Еще один важный момент. Перед тем, как отправиться по важным делам, не подметайте и не мойте полы. В противном случае все ваши радужные планы могут пойти прахом. Если вы провожаете из дома долгожданных гостей, не подметайте после них дом в течение суток, чтобы они как можно скорее вернулись к вам. Но если у вас были неприятные гости, сразу выметите пол, чтобы эти люди больше вас не беспокоили. Мыть голову, мыться в ванной или стричься перед тем, как покинуть дом, не лучшее решение. Не стоит рассчитывать на удачу и в случае, если перед поездкой вы решили починить или заштопать одежду. Кстати говоря, если перед вашим выходом из дома испортится погода и пойдет дождь, это хорошая примета, свидетельствующая, что ваша задумка сбудется. Но самый лучший день вас ожидает в том случае, если на фоне идущего дождя на небе будет светить солнце, а затем выйдет радуга. В этом случае смело отправляйтесь осуществлять ваши самые грандиозные планы. Для того, чтобы день прошел так, как вы планировали, перед выходом примерьте обувь одного из членов семьи, лучших главы семейства. Выйдя из подъезда и столкнувшись с похороной процессии, лучше вернитесь обратно и немного обождите. Не нужно идти одной дорогой с такой процессией или пытаться обогнать ее. Лучше выберите для себя другой маршрут, чтобы не накликать беду. Как видите, удача и благополучие во многом зависят от действий, которые мы совершаем осознанно или неосознанно. Поэтому всегда придерживайтесь данных примет и верьте в лучшее. А мы надеемся, что данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия! Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку!